День работников транспорта и связи отметили в национальной компании Казахстан-Тимиржолы. Около 700 железнодорожников в преддверии профессионального праздника поощрили за доблестный труд. Лучших специалистов и ветеранов отрасли отметили знаками почетного железнодорожника. За церемонии наблюдал мой коллега Гарадж Румбаев. Это награда за безупречный и добросовестный труд. Каждый из них внес свою особую лепту в развитие казахстанской железной дороги. Отрасли, которую принято считать локомотивом всей экономики страны, Мурат Лепезбаев посвятил почти 40 лет своей жизни. Мой труд оценили, в целом никогда не жалял. И в те времена развал, когда, 91-й год, люди уходили без зарплаты, но мы уже как фанаты на железной дороге отданы на все. Очередной профессиональный праздник отмечается в преддверии 20-летия независимости страны. Железнодорожники говорят, что к этому событию они подошли достойно. Сейчас у нас до того весь труд облегчен, и за счет этого как бы и производительность выше. И вообще автоматизированная полностью сейчас железная дорога. Национальная компания – активный участник программы индустриально-инновационного развития. На сегодня в Астане работает локомотиво-сборочное предприятие. Заводы по выпуску грузовых вагонов запущены в Петропавловске и Экибастузе. На очереди открытие в столице до конца этого года производство по выпуску пассажирских вагонов и электровозов. Доходы компании за первое полугодие составили 346 миллиардов тенге, что на 21% выше прошлого года. И прибыль компании составила за полугодие 57 миллиардов тенге, что на 39% превышает показатели прошлого года. Производительность труда выросла на 25%. А он, как это же, присвоен высокий рейтинг корпоративного управления. 20-летию независимости Казахстан-Темиржолы готовит еще один подарок. Будут открыты две новые железнодорожные линии, которые соединят государство Центральной Азии с Китаем. Эти магистрали сыграют важную роль в реализации транзитно-транспортного потенциала страны.